Вы знаете, если, так я скажу, прибраты и припущения, а говорить только языком фактов, то с точки зрения фактов мы имеем с вами следующее. В четверг, около половины 12-го, в центре Киева, был застрелен бывший депутат Государственной Думы, гражданин и Российской Федерации Украины, бывший член фракции Коммунистической Партии в Российской Госдуме, был застрелен сотрудником Национальной Гвардии Украины. Если бы, ну скажем, опять же, мне сложно судить, я не специалист в этом вопросе, но если бы, скажем, он действовал более профессионально и охранник не смог бы открыть ответный огонь, то мы бы не знали, что он сотрудник Национальной Гвардии Украины, он бы преспокоенно ушел и об этом вообще бы не говорилось. В этот же день взрываются в 100 километрах от зоны боевых действий, взрывается ключевой склад украинских боеприпасов, и нам буквально через несколько часов точно так же озвучивают, почему это произошло, потому что прилетел дрон и так далее. Вот возникает масса вопросов и по первому, и по второй ситуации. Есть ли это такой действительно ключевой свидетель, почему его реально не защищали? Потому что ситуация с терактом в Лондоне, это совершенно другое. Теракт в Лондоне, он может быть в любой точке Лондона, мира, и это предусмотреть действительно нельзя, это правда. Но предусмотреть нападение на ключевого, как говорит генеральный прокурор, мне сложно сказать, что он там знает, свидетеля, однозначно можно было предусмотреть. Точно так же, как можно было предусмотреть нападение на ключевой склад боеприпасов, если это техническое, опять же, мне сложно судить. Я уже задавал этот вопрос, почему такой стратегический склад, а клуб охранялся? Не соответствующих технических возможностей за этими дронами следить и так далее. Но опять же, возникает вопрос, у нас были аналогичные события в истории Украины, в Новобогдановке, в Лозовой и так далее. И там были совершенно другие причины возгорания этих складов. Это была преступная халатность, это была попытка заместить следы воровства боеприпасов и так далее. Вот нашей власти нужно перестать, что не случится, у нас виноват один человек и сразу об этом, что не происходит. Даже если виновны всем понятия, списывать все, ничего не делая в ответ. Даже если это так, бездоказательно это говорить, это совершенно унижает страну. Мы действительно не расследованы ни одно более-менее резонансное убийство. События в Княжичах, убийство Бузины, убийство Павла Шеремета, трагедия на Майдане, трагедия 2 мая в Одессе. Ничего. Поджог Интера. Государственные институции вообще просто не работают. Следственные органы, правоохранительные органы в принципе не работают. И у нас что не происходит, у нас виновата страна-агрессор. Опять же, любое припущение, оно имеет право, как говорят, на жизнь.